я соски все деньги блять но ты вовремя звонишь конечно все деньги будут изъяты в казну аль алё я занят я стримлю чё хотел да никогда нету его еще но приедь когда будет а да нет ну час не надо я занят я стримлю все давай пока да и подписчикам привет передаем да подписчики вам привет от лёхи знаете кто такой не вот это важный звонок подождите алло здравствуйте так могу завтра они доска они до скольки работают скажите пожалуйста так ладно и во сколько мы собираемся к так хорошо а скажите пожалуйста а он поменял уже вот это ремонт сделал ступиц а по документам теперь все хорошо точно уже все хорошо в два все да 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 все хорошо все 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 да да серьезно да сейчас гене буду звонить а надо все да выйди выйди пока пуп чё ты хочешь ну подойди тогда да это ты в писем поводила гена все завтра приезжай к обеду всем привет всем хай это я ну вот это я ну ладно привет шоу что мэль президентеско снова на связь здрасте ну шоу пацаны ну все как бы да ну короче сейчас я буду рассказывать наверное ну давайте садитесь во первых ну я короче просыпаюсь в 6 утра делать вообще нечего я понимаю то что что-то я не засну скорее всего в особенности я не могу заснуть обычно когда я чуть-чуть вспотел и подушка мокрая я тогда почему-то вообще не засыпается и я решил ждать вообще в значит во сколько в пол двенадцатого у нас должна была быть встреча и я вышел заранее за час для того чтобы успеть доехать в сбербункерс и потом чтобы уже взять и поехать вот значит приезжаю я в сбербункерс пытаюсь снять денежку которая как бы полагается отдать за лимузинус и в итоге у меня не получается один раз снять я думаю ну может какая-то ошибка не получается второе снять я вообще думаю что какое-то говно до проверяю у меня точно ну как раз таки это сумма я как бы на новую карточку перешел а на сберии как раз таки оставил вот именно ту сумму которую мне надо для флекса я ну думаю ну ладно херня какая-то вызываю этого специалиста там при съеме написано типа снять можно максимум 500 с чем-то тысяч но у меня точно не 500 типа чем-то тысяч ну короче чё мне говорит она говорит а у вас такая карточка лоховская то что 150 тысяч в день только вы можете снимать я такой еба спасибо блять за информацию как ты вовремя мне это рассказала очень здорово я реально не знал я не знал я я порой но какой 150 тысяч если я однажды тем тем за один день и 200 снимал тысячи у меня как-то все снималось а тут внезапно 150 только почему ну а знаете почему я потом узнал я говорю а как мне это снять она говорит ну вот вы снимите сейчас 150 в банкомате а все остальное снимите на кассе ну то есть ты заходишь берешь талончик и на кассе снимаешь с комиссии блять вы ну я так рад что я свалил с этого сбербанка блять деньги снять с камень мои деньги просто за то что я их сниму не в банкомате а за то что телка вот так вот какая-то блять нажмет те же самые циферки которые в банкомате могу нажать с меня за это сниму там даже но прикиньте даже если один процент то это я за лимузин должен был сейчас секундочку калькулятор значит я должен был за лимузин 370 раз два три мы это вычитаем из этого 150 которые можно снять без комиссии в банкомате у нас выходит 220 и значит если вычесть из этого всего 99 процентов ну то есть если они забирают себе один процент то 2200 рублей я ей даю за то что она нажмет вот эти кнопочки но это пиздец какой-то это пиздец блять вы прикиньте просто подарить подарить сбербанку 2200 рублей за то что я за за то что какое-то ограничение ёбаная тупое но это пиздос я короче начинаю звонить этому продавцу говорю здравствуйте дмитрий здрасте вы не против если я вам типа переводом оплачу он говорит там не очень насрать я такой ну ладно тогда все я беру эти деньги кладу обратно которые я уже успел снять вот ну и такой думаю а еще мне сказал типа братуха приезжай где-то через полтора часа я тут в очереди еще стою короче мы задерживаемся я такой ну ок я короче поехал в лего магазин в горизонт и еще там бургер хуйс есть а у меня бонусы спасибо есть я бесплатно могу в бургер хуйсе кушать за бонусы спасибо за один рубль ну-ка и бесплатно что значит приезжая туда иду в лего магазин опять там ничего не привезли новинки там завтра первое число должны новинки появиться нихрена там не появится я спросил новинки вот я уже потом пошел в бургер хуйс это в бургер хуйс чувствую меня кто-то трогает по плечу я такой чего типа мне показалось или нет очень нежное просто было прикосновение такое эротичное оказался подписчик да вот он меня попросил расписаться на каком-то значит куски бумажки вонючий я расписался еще там его другу на другой стороне расписался думал сейчас оторвет это блять там бумажка но там буклет какой-то я на нем расписался думаю какое уродство я короче забежал в ближайший магазин говорю дайте бумагу они мне дали бумагу я ему расписался я с ним сфоткался я в телеграме писал то что хороший парень вообще во первых не кринжовый а во-вторых был в маске я вот одобряю вот это я очень одобряю потому что вот в этом торговом центре ну где-то 30 процентов может быть даже 50 ходят без маски одобряю подписчика за то что он в маске ходит вот но когда он попросил сфоткаться я ему сказал то что давай типа на улицу выйдем и тогда маски снимем ну что я не я не хотел во-первых опасно а во-вторых ну публично я не хочу чтобы где-то фотки появлялись где я без маски потому что я в маске гоняю в людных местах мы вышли на улицу там я посчитал что можно масочку снять мы с ним сфоткались вот и потом я пошел покупать значит бургеры себе ну точнее не бургеры потому что там нельзя внутри кушать потому что корову вирус типа и я там написано вот нарисован ролл ну вот вопер ролл знаете то есть такой же как бургер но только в лаваше плюс картошка и плюс напиток и написано вопер комбо я говорю дайте мне вопер комбо и показываю на эту хуйню мне дают бургер блять я начинаю чуть-чуть буянить они мне говорят это ты дебил я говорю ну ладно я дебил но я хотел в ролл потому что вот так вот его идешь и ешь да они не надо нигде вот так вот с бургером сидеть короче я иду на улицу и такой думаю блин вообще будет круто если я этот бургер закажу себе в опер ролл опять а этот бургер отдам подписчику ну типа во первых он будет рад да а во вторых я не буду вот этот бургер жрать как бы все нормально будет в итоге я встречаю опять этого подписчика говорю пойдемка он такой а ну-ка куда я говорю будешь бургер он такой да нет ну короче лошок проебал ты бургер чувак как бы если ты не поешь бургер от петерки то ну ничего в твоей жизни не произошло а если ты поешь бургер от пятерки то ты поешь бургер от пятерки бургер я не понимаю почему отказался но может он худеет хотя он вроде худой не знаю может быть там хер поймите вот ну короче да потом я погулял не и чё я хотел вам рассказать ну короче и поехал я уже в ментовку для того чтобы ну значит приобретать автомобиль я приезжаю туда там естественно никого нету потому что для того чтобы продать автомобиль надо пройти проверку этого автомобиля на это там в очереди простоят надо сикстиль артлет значит стоит стоит он в очереди мой как его мой юрист еще не пришел потому что как бы чуть-чуть он припоздал у него было очень важно значит заседание с губернатором как он рассказывал приезжает юрист мы стоим ждем и уже там алё малё говорит я все сделал проверку надо значит оказывается надо страховку блять это такая тупизна если честно вы знали о том что надо оформить страховку на машину до того как ты купил машину блять что что за бред сука короче я мы начинаем искать я звоню маме говорю мама у тебя есть друзья которые там чё ля 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 она говорит ну типа да ну потому что страховку я не хочу страховки и на ебсти могут да вот и не хочу чтоб меня на ебсти я говорю мам друзей ищи мама находит друзей очень близко значит мы туда идем мы приходим туда начинаем вписывать туда меня вот я еще говорю а вот моего друга мистера ганаку еще туда впишите звоню мистеру ганаке говорю мистер ганако скидывайте свои данные мне я вас запишу в свой лимузин в страховку ну или не знаю ночи проснулся в итоге мне говорят двадцать восемь тысяч я говорю а посчитайте что будет если оттуда убрать нахуй мистера ганаку она такая считает считает такая говорит ну если мистера ганаку убрать то минус одиннадцать тысяч будет и такой халё мистер ганако идите нахуй ну и все короче теперь в страховке только пока я вписан но мне сказали то что потом если надо будет вписать то то пишу но я вообще не думал даже я думал что страховка ну там хотя но в итоге то сколько там восемнадцать восемнадцать семь семь на семнадцать тысяч получилась страховка вот я вообще хотел открытую страховку сделать потому что я то на машине то на этой если я ее буду сдавать в аренду то на ней будет водитель ездить и эти водители могут быть разные но к сожалению открытую страховку не делают говорят типа вы на весь город ну три службы с открытой страховкой найдете открытая страховка это когда все вообще могут ездить а так только до четырех человек в итоге у меня сейчас еще три свободных слота что происходит дальше короче не записывая мистера ганаку всякие всякое происходит мы идем стоять в очереди становимся в очередь тут подходит наша очередь и и оказывается мы не заплатили какую-то пошлину чтобы понимали там реально надо пакетч документов просто чтобы продать машину это пиздец я уже я я на тот момент ну то есть был уже ну я уже почти передумал ее покупать потому что это пиздос реально целый день ты должен просрать на то чтобы сначала ее осмотрели потом собрать документы от продавца документа от покупателя подписать договор чтобы вы понимали 25 экземпляра договора идет покупателю до экземпляра договора идет продавцу и два экземпляра договора в мрео идет о купле-продаже. Короче, там попался какое-то жирное чмо-чудовище. Я его исключаю из жирной гвардии. Я как глава всех жирных, я как глава жирной гвардии, я его оттуда исключаю. Потому что он, ну то есть он фейк жирный. Жирные все должны быть добрые. Он не добрый. Он меня взбесил. Значит, одно из самых бесячих, я не помню, я писал в Телеграм или нет, но это ну просто даунич. Значит, я подхожу, я подхожу к окошку с паком документов. Подходит продавец машины с паком документов. Мы берем эти пак документов. На, в окошко тебе, блядь! Вот. И он такой говорит, все, все отходите, только один покупатель останьтесь. Во-первых, я нанял юриста себе, чтобы мой юрист все слушал, все читал за меня, я за это и плачу ему деньги. Он все должен, рядом постоянно должен быть. Юриста он прогоняет. Того, который, самое главное, того, кто продает, он его тоже прогоняет. И начинает листать мои документы. листает, 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 говорит, ну типа, а Иванов где? Я говорю, вы его только что прогнали. Он такой я, блядь, виноват, еблань ты, блядь, что его прогнали, да? Короче, он говорит, я вам показываю, ну всегда, вот кто подписывал документы, любые, да? Он делает две галочки, вот так вот, вот так и вот так, и говорит, пусть Иванов подойдет, распишется. Я говорю, Иванов, подойдите, пожалуйста, распишитесь. Иванов подходит, где, блядь, галочки, там расписываются. Этот челик, мент, забирает бумажку и такой, вы что, читать не умеете? Тут же написано, здесь продавец, а здесь покупатель. Блядь, он только, ну извините, я практически никогда не читаю. Если был бы мой юрист, он бы прочитал, блядь, но юриста прогнали это, во-первых. Во-вторых, где галочки поставили, да, там как бы всегда один и тот же человек и должен расписаться. Всегда, вот, блядь, сколько я подписывал документов. Я дохулион документов подписывал, когда бабушкину квартиру на меня там переоформляли. Я миллионы документов подписывал. В итоге продавец Иванов, покупатель Иванов, блядь. Я говорю, и что мы с этим будем делать? Он такой, блядь, это была пауза минутная такой. Смотрит такой на меня, смотрит, как будто я, блядь, как будто я тут работаю, и я должен ему ответить, блядь, что я должен сделать. Ну, я не знаю, может быть, я тупой, ну, может быть, я должен был прочитать, но я вообще не прочитал, потому что он сказал, позовите Иванова, пусть он распишется, где галки. В Иванов пришел, расписался, там, где галки, блядь. Все, как вы сказали, сэр, мент. Короче, этот еблыга на меня смотрит, 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 говорит, ну, наверху напишите. Ёб твою мать, ну, если можно было наверху написать, ну, скажи ты сразу, да, нахуй ты... Короче, дальше что происходит? Иванов опять отошел, потому что нельзя, блядь. Я стою дальше, дальше, дальше. Он говорит, опять зовите Иванова, я не понимаю, что здесь. Блядь, документы, это в них должно разбираться. Значит, приходит опять Иванов. Он говорит, почему здесь нет какого-то документа? Я такой, блядь. Думаю, все, сделка провалена на сегодня. Если одного документа нет, его опять оформлять целый день. Это опять только завтра мы купим. Думаю, все, пиздос. Он говорит, так вот он этот документ. А он говорит, так а почему вы не внесли этот документ вот в этот документ? А он говорит, так я у вас хочу спросить. А он когда проходил осмотр машины, этот документ должны внести, были в другой документ. Они не внесли. Он говорит, я не знаю, почему вы не внесли. Обращаются к нему как к менту. И вот не к менту, а как ко всей структуре, да? Потому что он в этой же структуре проходил проверку машины. Я надеюсь, я понятно объяснил. И, блядь, меня вот это бесит всегда, когда переносят ответственность. Я вам ничего не заполнял. Блядь, если бы он сказал, ты мне нахуй это сделал, тогда это было обращение бы к тебе. Но сказал вы, блядь. Естественно, надо говорить, ой, извините, я же имел в виду всю вашу ебаную структуру. Ну, чтобы вы понимали, на то время мы уже 4 часа примерно там находились, потому что там, естественно, очередь, надо талончик взять. Господи, это пиздос. Ой, ну меня это так бесит. Ну, блядь, там бумажка, на которой написано МРЭО. Ты представитель МРЭО. К тебе обращаются как к представителю МРЭО. Ты когда в форме сидишь, ты не человек, ты мент. Ты, блядь, все, ты, как этот, при исполнении. К тебе не могут обратиться как к человеку. Короче, дальше. Так что, короче, если, если берете вот так вот стволом машете перед ментом, то вы ему говорите, я перед тобой машу как перед человеком, а не как перед ментом. Я тебя сейчас буду убивать не как представителя закона, а как просто человека. Ха-ха. Давай мне меньше срок. Как будто он тогда скажет, а, ну да, ну в принципе, в принципе нормально. Ой, блядь. В итоге он говорит, короче, идите и заново переписывайте эту бумажку. Они допустили ошибку, а мы должны переписывать эту бумажку. Естественно, сбилась наша очередь, и, естественно, нам надо очередь заново формить. Он ушел. Короче, там что-то посюсюкал, посюсекал. Мы подходим, ну опять очередь, естественно, мы подходим к новому окошку, там уже сидит женщина, еще нормально хотя бы разговаривает и хотя бы не похожа на Джаббахата. Я подхожу опять с продавцом. Я подхожу со своим юристом, блядь, которого я нанял, которому я дал денег за то, что он будет читать все бумажки за меня. Потому что он разбирается в законах, а я нет. Что бы вы думали? Она говорит, все отходите, кроме покупателя. Ну, уходит продавец. Мой юрист стоит со мной, да? Ну, обычно вообще в законном плане я вообще иногда, ну, как бы могу вообще ничего не говорить. Юрист это мой представитель. Он за меня разговаривает. Вообще, ну, как бы, ибо нахуй я его нанял. Она говорит, что вы тут стоите? Он говорит, я его представитель. Я говорю, это мой юрист, что вам надо? Она такая, по корововирусу возле окошка может стоять только типа один человек. Ну, я смотрю на юриста, а за юристом находится еще одно окошко, возле которого стоит три человека, блядь. И там все нормально. Вот. Я говорю, ну ладно, уйдите, давайте уже быстрее эту хуйню закончим. Он уходит. Это пиздец. Это сейчас будет разъеб вообще. Это пиздос. Она у меня спрашивает вопросы. Я на все вопросы отвечаю. Ну, наверное. Я не знаю, блядь, на них ответы. Вот. Но я только ответил на вопрос. Машина белая, я сказал, белая. Вот. Как бы, вот и все. Значит, дальше. Она выдает мне документ. Слушайте внимательно. Я напоминаю, она только что прогнала моего юриста. Она мне дает документ и говорит, вот здесь вот вы должны подписать. Если что, вы можете пригласить своего юриста сейчас, чтобы он прочитал этот документ. Я выхожу на улицу, зову юриста, он подходит, читает документ. Нахуй ты его выгоняла. Зачем? Ну, блядь, это пиздец. Это просто пиздец. Это, блядь, маразм. Это просто маразм, блядь. Он приходит, и мы вдвоем стоим возле окошка, читаем этот документ. Ой, блядь. Я подписываю эту хуйню. Мы выходим. Уже, значит, ну, рассчитываемся. Уже, как бы, по сути, ничего от продавца не зависит, ничего от меня не зависит. Значит, нам пришлось подождать еще где-то час. Мы подождали час, посидели, поболтали о всякой херне. В итоге все получаем, документы на меня оформлены. Я уже, ну, реально, на тот момент, я уже думаю, ну, у меня не было вот, не было чувства счастья, да, вот, потому что обычно, когда ты себе, допустим, вот ты мечтал о телефоне, да, ты зашел в магазин, купил телефон, ты счастлив, все, ты пришел домой распаковал. С машиной, блядь, я сегодня столько вот, ну, я пережил тупизны, я столько тупизны пережил и понимал то, что мне эту тупизну переживать, когда я буду продавать лимузин, я думаю, ебаный пиздец, нахуй я же, ну, типа, все, нахуй мне надо. Ну, я уже получаю эти документы, мы его поехали помыли и поехали его припарковали на одной парковочке, где можно припарковать, ну, не на всех парковочках, естественно, на лимузинчик, да, поместится. Вот, припарковали, я дождался Игоряу, Игоряу приехал с хорошей камерой, мы сняли обзор, я заставлю сегодня Игоря Иникса монтировать этот обзор, чтобы этот обзор уже вышел завтра, а эту историю я заклинаю на резчиков не выпускать до обзора и даже после обзора один день, или хотя бы полдня после обзора, заклинаю вас. Вот, напоминаю, ну, вроде, вроде все, но там вы обзор посмотрите, там прикольно, напоминаю то, что я хочу сегодня пораньше закончить стрим, для того, чтобы успеть лечь поспать, потому что история началась с того, как я проснулся в 6 утра, я до сих пор не спал, и, между прочим, кроме одной пироженки ничего не ел, я хочу поспать и пойти ночью кататься с друзьями, потому что ночью нету машин на улицах. Но, когда я ехал домой, мой друг, у которого есть права, и на которого я бы мог бы положиться, чтобы он вырулил из опасных ситуаций, знаете что, знаете, знаете что, знаете, он сказал, я сегодня не могу, у меня работа. Ну, нормально, в принципе, да. Вот, вот так вот. Вот она история моего дня. Зато, как бы, пораньше проснулся, и все всем нормально. Ну, зато какой насыщенный день. Мне что-то Игоря его пишет. Так, уже второй час скидываю, больше 15 гигов наснимали. Скидываю на Google Диск, и вылетело. Памяти не хватило хранилища. Сейчас раскидаю по частям. На Google и на Яндекс. Но сегодня будет. Все, скину. Все, окей. Все. Это про обзор. Если что, это про обзор. Привет, Пуп! Привет, а ты что такое? Проснулась? Да. Пуп, у меня теперь, я теперь на лимузине. Ой, капец, Пуп. Пуп, а почему ты сказала, что ты не рада, что у меня лимузин? Ты же знаешь, что я... особо не угорел этим злобным. А за меня порадоваться, то, что я крутой и смешной. Да, я за тебя рода. Ты смешной и крутой. Правда, Пуп. Ну, ты же знал, что я не... Я же всегда была против ремонтинга. А ты рад? Да. Не, не. Что там похуй? Серьезно? Не, ну я там заебался, я уже рассказывал. Почему? Бля, капец. Не, мне надоело, там столько, ну целый день просрали. Четыре стопа. Ну смешно же, лимузин, Пуп. Ну смешно же, смешно. Да, теперь вопрос будет, ты еще заморочишься и его обратно продавать. Да, вот именно, я из-за этого и как бы расстроился. А так я сейчас был бы очень рад. Но я очень хочу спать, Пуп. Я проснулся, знаешь, во сколько? В шесть утра. Капец, Пуп, а я поспала чуть-чуть. И не спал. Утю-путю. Мне вчера Соня как ударила по носу. Я беру вот так трогаю, а у меня там, прикиньте, затвердевшая козюлька была в носу. И я подумал, что это у меня кость начала торчать, прикиньте. Мужчины всегда любят переубиличивать. В смысле, там козюль, но была такая твердая, как будто кость реальная. Я пошла попустрелить, пока. Пока, козявчик. Чавчик. Козявчик. Кокажет. Котик и чпотик. Что? Это трек Моргенштерна новой сейчас был, или что ли? Я великому Эль Президента. Так, подождите, мне Игоря Вас кинул обзор на лимузин. Я его сейчас должен перекинуть Игорю Иниксу, чтобы Игорь Иникс уже начал монтировать. Так, вот именно сам обзор. Так. Ага, ага, ага. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, ребята, чтобы завтра уже обзор вышел, бедный Игорь Иникс должен будет скачивать вообще всю ночь. Игорь, Игорь, Игорь Иникс. Короче, Игорь Иникс. План такой. Там сначала смешное начало, потом под крутую музыку, как во всех автообзорах, должны, ну, такие пролеты, там, ну, проходки, вон, видишь? Пролеты красивые, в перемешку со смешными, которые мы там снимали. Вот. А потом уже обзор, там сделай тоже смешно, самое неинтересное, выкинь, и все. Ну, и на этом все, давай и делай. Вот. Там 15 гигов. Так, ребята. Так. Не, ну, это НАВУ, нахуй. Ну, это НАВУ, нахуй, мне кажется. Это чисто, ну, это чисто фото на АВУ. Не-не, вот это охуенная. Вот это, блядь, какая четкая, как охуенная фотка, пиздец. Вот, ну... Охуенная. Ха-ха-ха-ха. Фух, ржомбич, ржомбич. Ржомбич, да. Ну, ты, конечно, на руфле, Игоря О, блин. Фух. Что, вам может быть какой-нибудь отрывок показать? Я не знаю, смешной сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Я что-нибудь попробую найти. Вот, чтобы смешно было. Хлаждалочки, между прочим. Не-не-не, тут не смешно. Может быть, где-то здесь. Сейчас что-нибудь найду. Все такое липкое, но я планирую тут на вейпить еще больше, тут еще более липкое будет. Не-не-не, ну, тут я не знаю, где смешное найти. Сейчас. Ну, ладно, завтра посмотрите. Завтра, давайте завтра посмотрите, как бы все, чтоб нормально было. Слушай, будет очень смешно, я не уверен, то, что я хочу, что ты это делал, но будет очень смешно, если там в телевизоре будет какой-нибудь клип Lil Pupa, но где будет голова моя? Вот, как в тачке на прокачку. Так вот, да, это будет тоже смешно. Сейчас, секунду. Сейчас, подождите, тут я просто забатился на один кликбейт. Сейчас, тут какой-то кликбейт. Подождите. Что с лимузином? Ничего с лимузином. Стоит сегодня. Мы поедем на нем кататься ночью. Ну, вообще попробуем. Ну, у меня только одна инфа есть для вас, то, что я завтра планировал потренироваться, мне дали номер челика, который, ну, как бы водитель лимузина и при этом может обучить ездить. Это же не, ну, не просто так машинка, да. я хотел завтра, я хотел завтра, потому что обычно по воскресеньям дороги разгружены, машины ездят, но при этом гораздо меньше машин, нету пробок, и чтоб я врум-врум, вжим-вжим там, ну, научился вообще ездить по городу на этой тачке. Но я вот звонил этому челику, он не поднимал трубку. Я сначала хотел по парковке поездить, попробовать, да, ну, чтобы набить руку на парковке, а потом выехать в город и попробовать по городу, поездить среди машин, потому что сегодня я и так поезжу по городу с кайфиком. Вот, ну и все, как бы, и нормально. Вот, а еще игреникс собака такая, значит, не смонтировал видео про лимузин. Может быть, к концу сегодняшнего стрима он уже смонтирует видео, может быть, мы его даже вместе посмотрим, но я не знаю. А может быть, будет, как бы, в 10 утра завтра этот ролик выйдет. Я не знаю, когда он выйдет, потому что я еще не, ну, короче, я бан. Я ловлю себе бан и все. Так, короче, если вы фада от Моргенштерна, всем привет. Ну, у меня особо сегодня новостей нету, потому что мы занимались только тем, что взяли Сонину сестру, поехали, покормили перед отъездом, я поехал, показал и Сонечке, Соня же вчера, ой, точнее, Соня сегодня в первый раз увидела вообще лимузин. Она, ну, я до этого, когда ходил его смотреть, я ее с собой не брал, когда ходил покупать, тоже с собой не брал, и вот сегодня она в первый раз увидела. Вот, но она хотя бы улыбнулась, она же вообще типа против этой идеи была. Вот, но сегодня она хотя бы улыбнулась, ну, потому что, блядь, ну, лимузин, ну, когда ты видишь лимузин, всегда надо радость, радость, ну, как такую хуйню вообще в голову купить-то, ну, рафлянуть-то можно разочек? Вот, вот, но, к сожалению, я хотел собрать всех своих друзей, я хотел взять своих друзей, себя, Сонечку, Игоряву, девушки Игорявы, да, девушку, девушки, блин, вот, потом, я хотел взять Мишкуна, знаете, Мишкуна, да, девушку Мишкуна, значит, потом я хотел взять своего друга Антона, девушку Антона, я хотел еще Бородора взять, короче, девять человек должны были сидеть в лимузине, сегодня мы поедем втроем, потому что все твари куда-то разъехались, короче, сегодня буду я, Соня и Антон, и как-то, ну, вот, ну, ощущение, ощущение праздника, ну, немного спадает, чуть-чуть спадает, да, реально, вот, а, еще и Гену, да, Гена же должен был быть, ну, Гена что-то, либо сегодня он уехал куда-то, либо вчера он уехал, но, кстати, Гена купил себе ноутбук, для того, чтобы теперь, куда бы он ни поехал, чтобы он мог, вот, на АСП какие-то проблемки, да, он открывает ноутбук, раздает с телефона интернет, и все быстрее пытается починить, все, чтобы будет, ну, чисто нормально, 8-го числа, то есть, непосредственно, уже можно сказать, через 7 дней, да, то есть, непосредственно в следующую субботу, приезжает в гости ко мне в Ростов, непосредственно, да, мистер Бафф, а я, что-то мне, ну, взбрело в голову, то, что я хочу, в, как его, сейчас, в субботу, съездить в деревню, к бабушке, вот, 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 understand, что я хотел рассказать, а, так, в субботу теперь приедет мистер Бафф, мистер Бафф приедет, я не знаю, где-то, ну, в среднем, я не спрашивал, но где-то на 4 дня, я предполагаю, вот, мы, у нас будет с мистером Баффом, кукинг стрим, мы будем готовить, его ягодный пирог, как из видео, представляете, ну, это вообще шок контент, блин, я бы очень бы хотел, чтобы на тот момент, мне пришел переходник, на комплюдахте, чтобы мы на офигенную камеру, это все стримили, но, скорее всего, вот ответ, потом, ну, я вам скажу, то, что какие-то дни стримов не будет, потому, что я планирую, на лимузине отправиться в Краснодар к мистеру Димастеру, подвалить на лимузине с мистером Баффом, и очень бы хотелось, но вряд ли случится это, если приедет еще Заквель с Жаком Луни, это вообще разъем будет, еще Ганнаку взять, и еще взять Андрея Остера, и всей, и всей, и всей, и всей, и всей толпой туда так, опа, сказать, привет, демастер, показывай хату свою, как Глэркин хуйс, ну, блядь, Глэркин хуйс в Польше сидит, границы закрыты, ну, иди ты, ну, бан, бан, в деревню, в деревню я хочу съездить, сказать, бабуля, бабуля, у меня лимузин, вот ты какого, растила, блин, в детстве меня дурачка, а это у меня такое, стрим из лимузина, там тоже проблема, этот стрим будет некрасивый, потому что все камеры требуют на себя свет, а там такая жесткая тонировка, то что, ну, вы увидите, или я вам могу даже сейчас попробовать, показать какую-нибудь запись, ну, там Агаряо что-то нажимал на своей камере, чтобы было нормально, но вообще там изображение внутри лимузина не очень, даже если на улице солнечный и радостный день, алло, Игоренекс, ты смонтировал видео, блядь, сейчас, 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 ну, сейчас я попробую, если вам вообще интересно, так, это внутри еще с открытыми окнами, и на переднем сидении видео, это тоже, надо какие-то видео, которые внутри сняты, прямо в салоне, это самое начало, но там еще вот это вот фиолетовое свечение получается, мне которое не нравится, его на самом деле практически нету, и оно, оно только на фотокарточках происходит, вот, короче, я на всякий случай звук отключу, потому что может быть там шутки, вот, ну, чекайте, как это выглядит, да, ну, во-первых, сверкание, ну, я сейчас покажу, что сверкает, оно, вот это вот, да, оно не так на камере передается, свет вот этот вот тоже не так на камере передается, ну, там, там тускловато, но в любом случае, как бы, на самом деле, сама кожа выглядит на видосе гораздо лучше, чем, подставка под флеш есть, но это я уже спойлернул, это я, ну, там надо, чтобы, Игоренек смонтировал видео, и Игорь, Игорь, монтируй, монтируй видео, так, ну, все, подождите, ну, вроде все по центру, я что-то, так, самое главное, что сегодня сестру Сонину проводили уже, проводили, посадили на поезд, она поехала, и мы теперь, Сонечка, вдвоем живем, и все, да, опять живем вдвоем, ну, прикольно было с Сониной сестрой, кстати, она ни разу вообще ко мне не обратилась, ни по какому поводу, я такое люблю, типа, живи там на балконе, меня вообще ни разу никто не трогал, прекрасный гость, какую реакцию Димастера представляешь, ну, вот такой вот, ага, ага, ну, у него же двигается только рот, у него нет эмоций, ага, ну, у тебя прикол, ну, думаешь, что-то вроде того, вот, ну, и нормально, но сегодня, сегодня, справедливости ради, подмечу то, что мне сегодня было смешно, Соня показывает лимузин, я начал угорать, ну, вчера, я же говорил, то, что мне уже надоел этот лимузин вчера, потому что, да, вот, и еще тут что-то мне, этот, мне, вот, давайте послушаем биты для трека, который будет называться лимузин, недостаточно, бас, бас до сих пор не, недостаточно пердящий, пожалуйста, напердите в бас, ну, вот тут достаточно пердящий, ой, вот тут прям, прям пропердело нормально, какой-то фонг, да, да, делай, делай, как он Моргенхуйса, как он Моргенхуйса делай, так, это, кстати, рейлд, блин, извиняюсь, конечно, за то, что я набыковал на, ээ, Эрлиша, что он мне не делает бит, но, если бы я сразу знал, что случилось, то я бы и не боковал бы, а, ну, а вот этот, ну, вот этот, вот этот даже, на данный момент, по-прикольнее, мне нравится этот, какой вам больше нравится, какой, какой больше он нравится, да, мне нужно, мне нужно, кстати, братуха, короче, бери то, что ты мне первое скинул за основу, туда кидай пердящий бас, оттуда убери вот эти вот восьмибитные вонючие звуки, вместо них тоже пердящий бас добавь, чтобы все пердело, блядь, и должна быть там какая-нибудь аммаж, сделай там аммаж на трек из GTA San Andreas, потому что у меня лимузин из GTA San Andreas, все, давай, давай, мы, у нас будет с тобой хит, кстати, я планирую текст примерно такой, ну вот слушайте, сейчас, сейчас, не, вот, вот сейчас слушайте, вот, вот, у меня что-то будет такое, ну, потому что сейчас самый популярный рэп, это, ну, вот такого характера, то есть, не обязательно даже, чтобы слова были, ну, я планирую вот так вот, ну, чтобы, ну, вот, ну, реально, это новая школа, да, рэпа, ну, сейчас такое из всех тачек валит, я думаю, ну, почему бы, то есть, ну, не такое, если вы скажете, то, что я у кого-то спиздил, то, ну, у меня есть сразу ответ, это аммаж, это аммаж, отдаю честь в армии, министру рэпа, то есть, ну, текст будет написан примерно за один день, но у меня будет текст, то есть, будут субтитры, то есть, где будет брэ, а где будет брэ, вот, это будет все субтитрами описано, чтобы, ну, всем было понятно, чтобы все могли выучить, и тоже, когда качаются, на мой, под мой эрмитаж, то, ну, чтоб, да, ну, просто стыдно не знать, что такое аммаж, в, да, слушайте, я, я хотел сегодня так рафлинуть, но, к сожалению, ну, я побоялся то, что не поймут, я, короче, зашел сегодня в инстаграм к мистеру, блин, забыл, как его зовут, Вилсакому, и он, он его, короче, Феррари, и он такой говорит, и не, Ламборджини, у него Ламборджини, он такой пишет, стыдно не иметь Ламборджини в 2020 году, и я, и я хотел выложить вот эту вот фотку, ну, типа, с такой же фразой, стыдно не иметь лимузин в 2020 году, но, я думаю, что бы меня, ну, меня бы не поняли, но, думаю, что было бы смешно, у меня новая фотка в инстаграме, в первый раз за 10 тысяч месяцев, заходите, а, не, второй раз, второй раз, две фотки за неделю выложил, такого больше не повторится никогда, подписывайтесь, пока не поздно, еще, внимание, внимание, я увидел, я, я повторю, я увидел в инстаграме, вилсакома, как он купил ламбар джи ни, джи, да, да, слушаем, 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 новый бит, новый бит под лимузин, это амаз, это амаз, это амаз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, тогда я предупреждал, что я сегодня попозже закончу Ой, пораньше закончу Потому что мы поехали в первый раз кататься на лимузине Всем пока! Да, сижу, значит, вот ем Макдак В лимузине А, как развернусь? Был это? О! Да как это? О! Всем привет, подписочники, подписцы! Вас целых два человека, моих фанатов, не накрученных Все остальное это я накручиваю Здрасте Всем хай! Кстати, хай, хай Привет! И хай! И всем здрасте! И всем хай! Всем хай! И всем... Кстати, когда я не стримил и включал просто фронталку Я не был в темноте, поэтому... Вильхи! Всем привет! Вот! Там у меня сидит Сонечка, смотрите Нет, вот Я могу делать вот так, смотрите Ну, пока Сонечка Вот А не мешает? Вот свет, да, не то, что горит Ну, короче, рассказываю самую... Самую главную историю Мы поехали заправляться, потому что нет бензина ни хрена И не додумались, видимо, или он с нас, или мы не додумались, как открыть Бензак И мы решили, наша поездка закончилась Ставить на парковку и заблудились Вот Но Антон профессионал и имеет выруливать из всех ситуаций Потому что он в вождении, кстати Представляете, Соня Соня, что это? Ну, это ты, Саня? Вот тебя сейчас за это ты получаешь Вот так Привет! И чё там пуп? Что там за капец? Рассказываю Я понимаю, что ты торгую пупу Да Он там Соня тверкает нормально Вот А? Мы едем нормально? Вот, ну шо, и всё И теперь я завтра буду только звонить Мистеру разработчику данного девайса Чтобы он мне объяснил, каким образом открыть бензобак Потому что мы пытались и нажать, и прокрутить, и просто прокрутить, и потянуть, и прокрутить Ничего не получается Мы не могли просто открыть бензобак Так бы мы ещё, не знаю, минут на 40 больше покатались И мне было бы, ну, на какой бензин что-нибудь сделать Сейчас ничего мы не сделаем, ни хрена Будем баниться Вот, типа, как будто чувак из смайликов Можете кидать ещё, я подставлю язык, в принципе Вот Мы куда-то едем, кстати Здра-здра-здра А у меня два члена, задавайте вопросы, кстати У меня три члена Да? Мы, кстати, едем Да, мы едем, кстати Ну, тяжеловато, конечно, ребята Что-то я что-то такой, да, чуть-чуть расстроился, что Ну, я думаю, будет тяжело, но менее тяжело ездить на лимузине Но оказалось, что Да мне, блядь, нормально Вот Антон выходит второй раз, чтобы посмотреть, когда мы едем задом Ну, и, кстати, метров сто едем задом сейчас Потому что мы ехали-ехали на пол И воткнулись в тупик И в итоге О-о-о Блин, не видно, но нормально Что Антон рассказывает? Сейчас, короче, вот тут И если уже не там То я брошу, что твой лимузин Прот остался Потому что у меня других вариантов нет Блядь, Антончик Дай меня тут Законченным бензином, твой Да не бруди Дакстаблет Ну, вот это, кстати А, ну если лагер, ну тогда всем пока Потому что я их не Ну, не контролирую Эти лаги Значит, тут хреновый интернет, ребята Значит, я ничего не могу сделать Ну тогда все, пока А как закончить? Я ж в ящике бамбуне додупица Это бан Это бан Это бан Субтитры сделал DimaTorzok